Сегодня у нас обзор оперативного совещания, прошедшего в Доме правительства в минувший понедельник. Уже становится привычным, что практически полностью оперативные совещания в правительстве посвящены проблематике борьбы с коронавирусом. Но в этот раз совещание было чудовищного размера, полтора часа чистого времени. И на нем обсуждались не только вопросы, связанные с коронавирусом, но так или иначе все они были косвенно завязаны на эту глобальную проблему. Давайте по порядку начнем с вступления Хабирова. Вступление было очень длинным в этот раз. Очень сильно походило на некие апрельские тезисы. И начал Хабиров с благодарностей. Он поблагодарил наших жителей, теперь так называют жители Башкортостана, за солидарность. Уфа, как сказал Хабиров, находится в первой тройке в России по самоизоляции. Кто бы знал, что существует и такое соревнование между городами и регионами. Не знаю, кто выдумывает вот эти вот состязания, но находиться в первой тройке по самоизоляции – это довольно сомнительная честь, на мой взгляд. Также Хабиров сказал, что в Уфе и в Башкирии в целом зафиксировано 10 заболевших и 4 выздоровевших от вируса COVID-19. Вот здесь, конечно, некая интрига странная, потому что федеральный ресурс по коронавирусу дает 5 выздоровевших по Башкирии. И Хабиров, и прочие чиновники на этом совещании упорно говорили о 4 выздоровевших. В чем здесь интрига, я так и не понял. То ли их начинают смущать, что половина больных уже выздоровела, и того и гляди, выздоровеет 6, и окажется, что выздоровевших больше, чем больных. То ли есть какая-то еще проблема, я не знаю. Но, в общем, они упорно говорят о 4, а федеральный ресурс уже несколько дней подряд показывает 5. Непонятно, на чьей стороне правды. Но будем считать, что Хабиров виднее. Далее Радий Фаритович сообщил главное, а именно то, что он продлевает еще на неделю режим, как он выразился, жесткий. Жесткий режим. Ну, жесткость ему там всегда импонирует. В общем, он где нужно и где не нужно это словцо вставляет. Далее, процитирую Хабирова, пошли разговоры о демократизации мер, но мы будем делать иное, демократизируем экономику. Известно, что российские чиновники слово «демократия» в целом считают чем-то ругательным, но и используют его исключительно не по назначению. Впоследствии, обсуждая вообще всю эту оперативку, мы поймем, что имел в виду Радий Фаритович. Но далее, процитирую его еще одну цитату, мы будем следовать логике событий и постоянно менять нашу политику. Вот такое вот тоже слегка тревожное заявление сделал Хабиров. То есть, в целом, все вот это вместе носит такой характер все нарастающей неуверенности в ситуации и неуверенности по большей мере в самом себе и своем правительстве. Потому что некие противоречия, заложенные вот в этих всех вот высказываниях, в этих цитатах, а я буду много сегодня цитировать Хабирова, в частности, и вот его вот это вступление. Дальше, например, он сказал до основы следующее. «Мы будем держать линию на убеждение. У нас люди послушные и ответственные. Всего 35 протоколов составлено на 4-миллионную республику». Судя по всему, Хабиров измеряет законопослушность и лояльность населения именно вот этими вот протоколами. Однако, в общем-то, это довольно показательная, значит, такая картиночка. Также Хабиров сказал, как базовая политика открываем отрасли экономики. Ну, мы уже начинаем постепенно привыкать к произвольному использованию русского языка в среде нашего башкирского чиновничества. Но на самом деле иногда очень сложно понимать, что сказал человек. Но в данном случае речь идет о том, что Хабиров намерен открыть многие закрытые предприятия. Практически тысячу закрытых предприятий Хабиров обратно открывает. Насколько это обоснованное действие с точки зрения эпидемиологии, на самом деле, доподлинно неизвестно. С точки зрения экономики, конечно же, однозначно это положительный момент. И вот в докладе Назарова потом, в дальнейшем, следующим пунктом шел Андрей Геннадьевич. Он как раз это все обосновывает. Но пока вернемся к Хабирову. На дворе у нас уже заканчивается первая декада апреля. Солнце. В этом году необычайно тепло. И даже паводок наступает раньше, в общем-то, запланированного и раньше обычного нормального периода времени. И, конечно же, россияне, истосковавшиеся по земле, начинают рваться в сады, огороды и на дачи. Очевидно, что власти понимают, остановить их будет невозможно, особенно старшее поколение. Начнутся массовые нарушения вот этого непонятного порядка, который установлен тут, значит, на живую нитку. И, в общем-то, всем очевидно понятно, что все вот эти требования, запреты, они фундаментально незаконны. И потому нарушать их будет особенно просто. Власти, понимая, что сдержать волну желающих выехать на дачи и в сады, упреждают ситуацию, и Хабиров делает следующее заявление. Запрещать сады не будем, но прошу дождаться до 11 апреля. Далее Хабиров делает и вовсе паническое заявление. Процитирую. Сады – способ формирования продуктовых запасов. А это нам, возможно, очень понадобится. Ну, Радий Фаритович, зачем вы сеете вот эту панику вот этими намеками, вот этими какими-то прогнозами? Для многих сады, огороды и вот эти вот дачи давно стали уже отдушены времяпровождением и каким-то, значит, досугом. Для очень многих уже давно это не продуктовая база. И вот вы сеете панику, начинаете намекать на то, что давайте-ка, значит, сделаем запасы картошки и огурцов там и чего еще можно запасти. В общем, конечно, это точно не конструктивный подход с точки зрения, ну, как бы, ободрить и так приунывшее население. Констатируем тот факт, что Хабиров расценивает приусадебное хозяйство как серьезный потенциал для продуктовой безопасности, грядущей осенью. Далее последовал доклад, полноценный доклад Андрея Геннадьевича Назарова. Надо сказать, что он не часто выступает пространно на этих оперативках. И, в общем-то, я даже не припомнил, был ли у него какой-нибудь отдельный доклад. Будем считать этот доклад первым. И доклад этот был о перечне предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в период самоизоляции. Собственно, речь шла о том, что вносятся очередные изменения в этот вот живой организм указа Хабирова о самоизоляции и о мерах по предотвращению инфицирования вирусом COVID-19. Если быть точным, то Назаров нам сообщает, что 974 организации выбывают из списка запрета на функционирование и начинают работать буквально с завтрашнего дня. Список этот достаточно обширный. И туда вошли организации, например, такие, которые занимаются поставкой семян, лесопромышленные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса непрерывного цикла, строительные предприятия, предприятия технического обслуживания техники, финансово-кредитные организации и некоторые другие. Но очень смешно, что туда вошли предприятия, которые занимаются ивент-бизнесом. Говоря по-русски, это те, кто проводит выставки и конференции и прочие вот эти практически увеселительные мероприятия. Довольно забавно, что туда вошли предприятия, у которых бизнес связан с искусством. Но, судя по всему, это некое послабление для тех, кто занимался действительно вот этими в основном событийными вещами. Конечно, туда попадет, например, такое предприятие, как «Огнюфы», практически принадлежащее господину Мурзагулову и занимающиеся вот этими развлекательными мероприятиями. Я очень надеюсь, что только там не будет этих массовых мероприятий. Хотя бы пропуска работники получат. Назаров заверил, что все решения по поддержанию экономики, которые оглашались ранее, все нормативные акты госсобрания примет к 10 апреля. И 9 апреля в Конгресс-холле уже откроется ситуационный центр. Тот самый ситуационный центр, который в рамках экономического блока правительства республики будет заниматься оперативным решением проблем в области экономики. Немного отклоняясь от выступления Назарова, отмечу, что, судя по всему, призрак экономического краха, который бродит по России, вовсе не призрак. И уже крупные руководители начинают признавать, что мы находимся в очень плохой экономической ситуации на данный момент и нужно спасаться. По сути, если правильно посмотреть буквально через плечо в ближайшее прошлое, мы понимаем, что сам по себе коронавирус еще не мог принести вот этого разрушительного действия в экономику России хотя бы хронологически. А вот действия правительства российского и руководства российского на протяжении последних 20 лет и вот эта вишенка на торте в виде разрушения нефтяного рынка, по крайней мере, в отношении российского сегмента, который предприняли Сечин и Путин 6 марта сего года, вот это все, очевидно, просматривается. Сейчас мы вернемся к докладу Назарова, к его экономическому пакету и ко второму пакету экономических мер. Но я бы хотел, чтобы вы понимали, что на самом деле Андрей Геннадьевич борется не с последствиями коронавирусной инфекции, не ее влиянием на экономику России, которое, еще раз повторюсь, не могло до сих пор наступить, потому что еще недостаточно времени. К сожалению, правительство Республики Башкортостан и другие правительства других регионов России борются с тем, что натворили в стране сами же руководители страны. Вот этот вот ужасный абсурд я не перестаю замечать. Так вот, господин Назаров сообщил нам, что в правительстве Башкирии уже спешно готовится второй пакет мер по поддержке экономики. Его главной целью будет поддержка занятости населения. Здесь уже речь идет о призраке безработице, который, безусловно, надвигается в связи с разворачиваемся экономическим кризисом. Также господин Назаров отметил, что список предприятий, которым разрешено работать и которые будут работать уже начиная с 7 апреля, этот список не закрытый. Он будет постоянно модифицироваться, изменяться. Это, кстати говоря, радует, потому что подобная оперативность принятия решений очень важна в нынешней тревожной и кризисной обстановке. В частности, Назаров отметил, что во втором пакете предусматривается изменение, а именно снижение кадастровой стоимости земли для бизнеса. Ну, вот это действительно категорически важная вещь. Наконец-то она как бы созрела в мозгах наших руководителей. Жаль, что это случилось в кризис. Также предусмотрены субсидии, льготные кредиты, отсрочки коммунальных платежей. Ну, это довольно стандартный набор мер, который, ну, не обязательно, кстати говоря, приведет к результатам. Посмотрим, каким образом они будут распределяться. Слушая Назарова, Хабиров обратил внимание на работу финансовых организаций, а именно банков. Дословно он сказал следующее. С 10-го пойдут платежи по ЖКХ. А это в основном старики. Мы там точно всех перезаражаем. При этом Хабиров отметил, что, цитирую, мы договорились, что за ЖКХ платим. Опять эти таинственные договоренности Хабирова с народом. Вот посмотреть бы хотя бы одним глазком. Где же они происходят? Потому что все время упоминается, мы договорились, мы договорились с людьми, я договорился с людьми. Где эта площадка договоренностей? И можно, как говорится, всех посмотреть. Можно посмотреть весь исчерпывающий список договоренностей с Хабировым, чтобы мы, народ, понимали, о чем мы с ним договорились. Тем временем, кстати говоря, на федеральном уровне было заявлено об отмене штрафных санкций за неуплату платежей ЖКХ. Прямо скажем, здесь немножко расходятся тренды у федерального и республиканского правительства. Я понимаю, что Хабирову очень важно сохранить вот этот денежный поток в направлении жилищно-коммунального хозяйства, потому что во многом за счет этих денег, конечно же, существуют и муниципалитеты, и их инфраструктура, но здесь как бы вот непонятно. Федеральное правительство непрозрачно намекнуло населению, что если оно не будет платить за ЖКХ, то ему за это ничего не будет. Я вовсе не имею в виду то, что за ЖКХ платить не надо, речь идет именно о том, что просрочка этих платежей не будет наказываться этими пенями, штрафами и какими-то еще цифрами. Кстати говоря, эту норму еще должны акцептовать на региональном уровне. Вот и посмотрим, насколько региональное правительство, региональный парламент подчинится указаниям господина Мишустина. В оперативном совещании с докладом выступил Александр Геннадьевич Сидякин. Тоже, прямо скажем, редкий гость на трибуне этого мероприятия. Обычно Сидякин ограничивается выкриками с места, какими-то там добавлениями, замечаниями. Время от времени его это поведение даже кажется странным, но сегодня, вернее, в этот раз ему дали полноценно выступить хоть и с места, как и всем. И Сидякин нам сообщил, в общем-то, очень важные вещи. Во-первых, он сообщил нам, что базовым принципом карантина, самоизоляции, непонятно чего, того, что с нами сейчас происходит, является социальная дистанция. Ну, хорошо. Очень красивое словосочетание, которое все больше и больше учитывают и используют наши чиновники. Бог с ними. Дальше Сидякин сообщил, что с 11 числа у жителей Башкирии появится возможность ездить на собственных автомобилях по определенным делам. Вообще, конечно, господин Сидякин, хоть он и не юрист, но я надеюсь, что у него хотя бы папа юрист, ступил здесь на тонкий лед. На самом деле, я открою страшную тайну для Александра Геннадьевича, мы и сейчас имеем право ездить на собственных автомобилях. Просто мы любезно соглашаемся с этими бреднями, которые называются вот этим режимом самоизоляции, добровольно-социальное дистанцирование и прочее, абсолютно внезаконные вещи, которые привнесены с трибуны власти в общество. И идем навстречу просьбам, например, Александра Геннадьевича или вот этого Радиха Фаритовича. Но Александр Геннадьевич иной точки зрения считает, что он разрешает нам ездить на наших автомобилях с 11 числа, с 16.00. Но правда для этого нужно будет зайти на сайт дорога02.ru написать там какую-то заявку, обосновать свою просьбу, желание перемещаться на автомобиле, например, на дачу, но только на одну дачу, строго сказал Сидякин. А если у меня их две, то господин Сидякин ограничит мое имущественное право? Ну, посмотрим. В общем, все это становится как бы все более и более абсурдным, особенно в устах государственных мужей, но Сидякин был неумолен и полностью рассказал нам всю ту схему, которую он придумал для нас и те послабления, которые он как будто бы нам выдает. Так вот, оказывается, мы теперь не просто можем ездить на своих автомобилях, а мы можем взять с собой, например, жену. Представляете? Какое счастье! Я, например, упал бы в ноги господину Сидякину и поцеловал его итальянские ботинки, но у меня, слава богу, нет жены, и потому пока мне не за что его благодарить. Но, ладно, продолжим. Сидякин вовремя понял, что слишком много свободы дает этому непослушному народу и укоротил свободу, сообщив нам, что разрешение на перемещение на автомобиле будет даваться на 90 минут. В общем, как говорится в том анекдоте, теща похороны в Кремлевской стене, но завтра крутись как хочешь. Собственно, речь идет о том, что господин Сидякин любезно нам разрешит ездить за рулем на своих автомобилях со своими ближайшими родственниками, с которыми мы непосредственно проходим самоизоляцию, но только 90 минут. Кстати говоря, совершенно непонятно, каким образом контролирующие органы, коих у нас сейчас увеличивается и увеличивается в количестве, будут контролировать близость родства с теми, с кем мы едем в машинах. Ну, хорошо, паспорта. Ну, в паспортах, во-первых, бывают разные прописки, разные фамилии. Не все на самом деле живут в законном браке. И уж кому-кому, как не этим персонажам, которые нам эти послабления выписывают, об этом знать. Чем больше бреда, тем ближе бунт. Ну, такая вот народная пословица зародилась в недрах интернета. И вот эти вот истории про 90 минут на частном автомобиле и про исключительно дорогую жену значатся в этом автомобиле. Это, конечно, уже за грани вот этого бреда. Но, тем не менее, господин Сидякин на полном серьезе нам это все излагает. Не было комментариев у Хабирова к этому выступлению. Судя по всему, эта схема действительно плод воображения и творчества господина Сидякина. Судя по всему, именно вот за эти схематозы мы и платим им вот эти огромные зарплаты. Но вообще, конечно, это ошеломляет. Особенно ошеломило то, что в природе не существует вот этого портала Дорога-02. Где-то ближе к вечеру понедельника появился какой-то, значит, там баннер в интернете о том, что мы упорно работаем для того, чтобы в скором времени вам предоставить этот сайт. Ну, посмотрим. В общем, я думаю, что это будет очень весело, особенно с этим сайтом. Это будет очень классно с точки того, как вообще все это будет разворачиваться. Посмотрим вообще, насколько это жизнеспособно. В общем, я жду с нетерпением вот этого сайта Дорога-02, на котором я буду получать разрешение поездить на собственной машине. Далее в оперативном совещании выступил заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Жеребцов Александр Сергеевич. Помнится, мы что-то тут недоумевали, а что все время замы по Роспотребнадзору выступают, и никогда не начальник Степанов Евгений. Мы просто забыли. Помните эту историю с повешением сотрудницы Роспотребнадзора, когда Ради Хабиров отстаивал интересы вот этого фермера и лавочника Альберта Мухамедьярова? Так вот, мы просто забыли, что тогда Хабиров скричал, что работать с руководителем Роспотребнадзора Степановым он не будет. Далее случилось то, что случилось, а именно Степанова никто не уволил, это федеральный чиновник, видимо, он неплохо исполняет свои обязанности, но Хабирову пришлось держать слово, и теперь он не работает со Степановым, и вместо Степанова работают его замы. Ну, в общем, такая довольно смехотворная конструкция, но это отступление от темы. Так вот, о чем нам поведал господин Жеребцов, особенно ни о чем новом он не поведал, он так длинно, заунывно повторял все то, что и говорил раньше, рассказал, какие требования будут к предприятиям, которые откроются, что будет обязательно дезинфекция, контроль температуры тела работников, кстати говоря, непонятно, как это будет производиться, социальная дистанция, д-д-д. Из интересного господин Жеребцов сообщил, он там приводил, как обычно, много-много статистики, которые уже довольно несвежие, на самом деле. Он нам сообщил, что за истекшие сутки было проведено 886 исследований на ковид-19 в республике. И всего их было сделано 9600. Тут я, услышав эту цифру, вскричал в душе «Алло, где 3000 тестов Забелина?» Ведь буквально на прошлой оперативке в четверг Забелин сказал, что с понедельника будет проводить 3000 тестов в сутки. Их всего 886. Ну, Максим Васильевич, как говорил Радий Фаритович, настоящий офицер в такой ситуации должен выйти за углы и застрелиться. Насколько мне известно, Максим Васильевич офицер и работал в этих вот военных структурах, значит, хоть и по линии здравоохранения, но, в общем, я, конечно, не сторонник суицидов для высшего чиновничества республики Башкортостан, но потереть висок дулом пистолета уже можно. вслед за господином Жеребцовым, как ни странно, выступал упомянутый Максим Васильевич Забелин. Максим Васильевич вообще нам не сообщил ничего нового, но окружающее пространство и мир нам сообщили очень много нового о том, что не упомянул господин Забелин. Максим Васильевич настаивает, что из десятерых заболевших четверо выписано, хотя федеральный сайт о коронавирусе нам говорит, что пятеро выздоровевших Башкирии. Также Забелин сообщил, что госпитализировано с подозрением на коронавирус 106 человек и в сутки он провел 750 исследований. Но даже в этой вот мелочи его данные разнятся с данными Роспотребнодзора очень это на самом деле плохо. И дело даже не в том, 886 проб провел Забелин или 750, как он утверждает. Дело в том, что в несогласованности вот этой статистики кроется огромный потенциал для паники и недоверия. Как вот этого не понимают в Белом доме, я не могу для себя уяснить. Именно в разнобое цифр кроется вот этот дьявол сомнения. Потому что люди слушают, что буквально вот перед ним выступает человек и говорит 886, выходит Забелин и говорит 750. И вот тут я, как потребитель этой информации, говорю, да я вам обоим не верю. Ребята, вы договоритесь там между собой или говорите правду. Или скажите, что, например, вот передо мной выступал Жеребцов, он врет. На самом деле было 750 проб. вот этого они категорически не понимают. Это ужасно. Хабиров выслушал Забелина и сделал довольно резкое такое замечание. Забелин там опять пробубнил вот это количество коек, которых он там готовит, причем очень-то как-то детально и заунывно. И Хабиров его фактически оборвал. Он сказал, что все эти ваши койки не имеют смысла, если там нет кислорода и аппаратов искусственной вентиляции легких. Правильно? Спросил Хабиров. Забелин проблеял, что на этой неделе он получает еще 15 аппаратов ИВЛ из какого-то там резерва или заказа. Все бы ничего и было бы вот это выступление Забелина обыкновенной вот этой вот заунывной ерундой, если бы не фактические события, которые разворачиваются за окном. Тем самым временем, когда господин Забелин делает этот доклад, например, в Республиканской клинической больнице имени Куватова госпитализировано с подозрением на COVID-19 пять врачей. У двоих из них тяжелая форма пневмонии. Больница закрыта. Причем закрыта как-то странно. Она реально просто закрыта вместе с больными и врачами. Совершенно непонятно, что происходит. С заднего двора больницы поступают вот эти вот картинки, где то ли побег руководства, то ли там эвакуация, то ли просто из нее кто-то сбежал. Мы до конца не понимаем. Вот эти фотки уже в интернете гуляют. уже есть видео самих врачей, которые тоже высказывают свое непонимание ситуации, но они констатируют, что их заперли в больнице на 14 дней. Все те, кто спрашивает, что у вас происходит в РКБ, у нас следующая ситуация. Больницу закрыли на две недели вместе с медперсоналом, который пришел сегодня в сторону работу. Мы будем две недели там жить и работать. Работать будем сутки через сутки, как я понял, до потери пульса. И вот до дальнейших распоряжений, что будем дальше, я вообще без понятия. Мы можем вполне себе предположить вот это страшное, чего опасался Хабиров, того, что случилось с Иктывкарей или где-то там еще. Я имею в виду распространение, возможное распространение, назовем это пока так, вируса в рамках одного лечебного заведения. Как известно, в больнице инфекция распространяется мгновенно и поражает всех, кто там есть, и больных, и врачей, и всех-всех-всех. Кроме всего прочего, закрывая больницу на две недели на карантин или на какое-то там другое мероприятие, мы теряем на самом деле все вот эти пресловутые койки, которые находятся в гигантской республиканской клинической больнице имени Куватова. Все усилия господина Забелина по наращиванию вот этих коек потенциала для лечения больных, возможных больных коронавирусом, сводятся на нет. Все вот это бубнение про вот эти вот успехи и цифры, это все абсолютная чушь на фоне того, что возможно, что мы потеряем на две недели больницу имени Куватова. Если это так, то тогда это крах для Забелина и тогда на самом деле дуло пистолета у виска, оно становится все больше и больше реальным, потому что на самом деле худшего результата для Министерства здравоохранения и министра регионального правительства, министра здравоохранения придумать нельзя. Если у него будет инфицирована крупная больница, это капец. я пока не утверждаю, но на самом деле информации об этом событии так мало, что разворачивается огромное поле для фантазий, для извращения этой информации, для всевозможных панических слухов и так далее. Информации об этом событии так до сих пор и нет. Мадам Сертланова, по-моему, так ее фамилия, это главврач этой больницы, даже соорудила некую операцию прикрытия для тех фоточек, которые появились в интернете, где вот видна эта эвакуация через окна, она выдумала и вовсе смешную версию о том, что таким образом транспортируются компьютеры на территории больницы. Ну, дескать, так оно удобнее. В окно высовываешься, значит, залазишь, вылазишь вместе с компьютерами. В общем, это вообще совершенно какая-то бредовая версия, но, видимо, там уже была такая паника, что не было времени придумывать правдоподобную. К сожалению, ситуация с РКБ имени Куватова, ну, она самая яркая самая, конечно, ужасная, пока непонятная. Она не единственная в хозяйстве Максима Васильевича. Я говорю о массовых публикациях в интернете, просьб врачей, например, врачей восьмой больницы о помощи к людям, помощи технической, помощи материальной. Люди, врачи просят, значит, дать им стиральную машину, халаты, костюмы, маски, контейнеры для шприцов. В общем, если читать полный список вот этих просьб, просьб к посторонним людям в открытое пространство, не к просьб, это не заявка в Минздрав, это вот помогите, пожалуйста, больнице. Так вот, этот список напоминает вообще заявку о снабжении. Так чем, простите, занимается этот Забелин и каким образом он готовит медицинские учреждения к пандемии коронавируса, если его врачи уже просто в открытую вопят в интернете с просьбой пришлите нам то, пришлите нам это. У нас нет ничего в этой больнице. Давно мы не критиковали Максима Васильевича, но ситуация складывается, по-моему, таким образом, что он привел наше здравоохранение вот к этой вот пропасти воржи. Мы ее пока не видим, но того и гляди, в нее свалимся. Далее на оперативке выступала Ленара Хакимовна Иванова. Она, помнится, в прошлый раз упросила Хабирова не докладывать ей на оперативке, что-то ей там нужно было утрясти, о чем-то с ним пошептаться. Видимо, она пошепталась и, в общем, сделала доклад на тему о ситуации в сфере занятости. Во первых строках Ленара Хакимовна сделала грандиозное по своей смехотворности заявление. Она заявила, что всплеска безработицы она не видит. Ну, бывает. Не видит, так не видит. Но тут же Ленара Хакимовна объяснила и причину отсутствия этого всплеска. Оказывается, она перестала регистрировать безработных. Та чудовищная очевидность, которая была заключена в этом высказывании, конечно, поразила всех слушателей. Естественно, если ты перестаешь регистрировать безработных, их количество точно неизвестно. не увеличится. И вообще, гениально, конечно. Примечательно было то, как объяснила вот эту вот остановку регистрации безработных Ленара Хакимовна. Понятно, что ее центры занятости закрылись там, значит, на карантин или там на вот эту социальную изоляцию. Ленара Хакимовна позволила себе очень многое в этом коротком высказывании. В частности, она позволила себе назвать решение высшего руководства страны не иначе, как путинским указом. Я не знаю, вступила ли Ленара Хакимовна тайно в открытую Россию и стала апологетом противников Владимира Путина. Не знаю, как она в дальнейшем будет называть нашего любимого руководителя страны, но вот этот путинский указ, конечно, резанул ухо, честное слово, в устах на высшего чиновника Республики Башкортостан. Продолжая настаивать на своих заблуждениях, Ленара Хакимовна поведала нам, что уровень безработицы в Республике Башкортостан не изменен и составляет всего 1% от трудоспособного населения. Более того, за март месяц этот уровень удивительным образом снизился на 0,1%. Оптимистично Иванова заявила, что у нее так много вакансий, что проблем с трудоустройством быть не может. Давайте запомним вот эти замечательные заявления вице-премьера Ивановой и вернемся к ним месяц эдак через три. Посмотрим, насколько легко и спокойно можно будет найти работу в Республике, как это все здорово и насколько это будет коррелироваться с вот этими заявлениями Ленара Хакимовны. Как говорится, время нас рассудит. Также Ленара Хакимовна сообщила о нововведениях, о том, что проживающиеся с инвалидами работники, которые работают в рамках разрешенной деятельности, могут этого не делать, могут запросить для себя больничный и ухаживать за инвалидами. Действительно, удобная, правильная вещь в условиях вот этой самоизоляции. И в условиях, когда социальные службы на самом деле сложили с себя практически все полномочия, перестали доставлять инвалидам памперсы и прочую техническую поддержку, тут, конечно, рассчитывать можно только на ближайших родственников, и вот эта возможность получить для них больничный, это хоть какая-то возможность обеспечить достойную жизнь для инвалидов. В общем, не знаю, о чем там шептались Хабиров с Ивановой, предваряя вот этот доклад, но получился этот доклад, конечно, грандиозным по своей нелепости и нереальности. И еще раз повторю, мы обязательно обсудим вот это заявление Ивановой через некоторое время. Далее на совещании последовал доклад секретаря Межведомственного Совета Общественной Безопасности Республики Башкортостан Касьянова Алексея Анатольевича. Алексей Анатольевич вообще не очень продуктивный докладчик, прошлые его доклады были какими-то серенькими и не содержательными, как правило, он там повторял за другими цифрами, но в этот раз он немножко отличился. В принципе, был интересен его доклад тем, что он сообщил нам, что в Республике не зафиксировано всплеск преступности, то есть Хабиров в прошлый раз ему поручал бдительно следить, будет ли увеличение статистики преступлений в связи с этой самоизоляцией и так далее, и так далее. Особенно это там было завязано на вот эту водочную тему запрещать, не запрещать продажу водки. В общем, Касьянов констатирует, что всплеска преступности не наблюдается. Более того, Касьянов сообщает нам, что на 10%, примерно на 10%, снизилась преступность в общественных местах и на улицах. Честно говоря, эта статистика всегда закрыта, она всегда раздроблена и очень усложнено ее получение. Однако, отмечу для себя и для вас тот факт, что в Уфе уже начались такие странные инциденты, как разгром, например, отделения почты в микрорайоне Инорс. Там самоизолированные граждане забросали камнями отделение почты России на улице Ферина, на центральной улице этого микрорайона. И отнести это к снижению уличной преступности, конечно же, никак нельзя. Далее Касьянов разъяснил, какие нормы административного кодекса сейчас принимаются к употреблению в отношении граждан и юридических лиц в плане наказания, нарушения за вот эти странные непонятные меры, которые принимаются правительством России и правительством республики. Речь идет о двух статьях административного кодекса. Это статья 20.6 и статья 6.3. Так вот, статья 20.6 Прим-1 Коап Российской Федерации называется «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Вот все бы хорошо, если бы не вот эта последняя часть или угрозе ее возникновения. По моему глубокому субъективному убеждению, при том уровне управления, который существует в Российской Федерации последние 20 лет, мы живем все время в состоянии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации. И относить это к какому-то юридическому аспекту, наверное, бессмысленно. Вот эта угроза ее возникновения развязывает руки правоохранителям настолько, что граждане могут штрафовать от 1 до 30 тысяч рублей, а юридические лица от 50 до 300 тысяч рублей. В общем, здесь очень опасная почва в том плане, что правоохранители не понимают правоприменения вот этой нормы, начинают штрафовать и там, и там, хотя на самом деле существует разъяснение уже от федерального центра о том, какие статьи можно и какие нельзя применять, но сейчас направо и налево применяются все. Второй статьей Кодекса об административных нарушениях является статья 6.3, которая называется «Нарушение в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения». И вот именно эта статья, которая на самом деле оснащена значительно меньшими штрафными санкциями, для физических лиц это штраф от 100 рублей до 500 рублей, а для юридических лиц от 10 до 20 тысяч, именно эта статья на самом деле и наиболее правдоподобна в применении к физическим и юридическим лицам, однако, конечно же, статья с более тяжелыми санкциями нравится правоохранителям существенно больше. Но Касьянов сообщил очень интересную важную вещь о том, что именно статью 20.6, которая никак не применима к физическим лицам, теперь будут применять 15 органов исполнительной власти в республике Башкортостан, руководители этих органов власти, и даже их помощники могут накладывать теперь штрафы. Причем 15 органов власти, это и Роспотребнадзор, и Минэкология, ну, в общем, целый список этих ведомств теперь превращаются в карательные органы. Это ужасная история, но она разворачивается у нас на глазах, и нам ничего не остается, как ее наблюдать. Далее последовал доклад министра образования Айбулата Вакиловича Хажина о дистанционном обучении в школах. Минувший понедельник это дистанционное обучение стартовало в школах республики. Тут есть как бы две реальности. Одна реальность, в которой живет Айбулат Вакилович, и вторая реальность, которая окружает у нас всех остальных смертных, я говорю о том, что то, что рассказал Хажин, и то, на чем он настаивает в своих интервью, и то, о чем говорят родители детей, расходится диаметрально противоположно. Я специально для того, чтобы понять, как это происходило, на самом деле, вчера опрашивал многих-многих в сети, у кого есть дети, кто попал под эту всю историю, и, к сожалению, констатирую, что господин Хажин выдает желаемое за действительное. На самом деле, с этим дистанционным обучением толком ничего не получилось, хотя даже он сообщил нам, что те ресурсы, которые он предполагал использовать, они категорически не работают, а других ресурсов у него так и не нашлось для того, чтобы их использовать, что, значит, вот большие проблемы с системой АИС-образования, как он сказал, она сразу же легла и тормозит, умоляет родителей не пользоваться АИС-образованием в часы, когда дети учатся и так далее. Поможет ли это разгрузить систему, я не знаю, но по отзывам родителей я отмечаю следующее, а я получил несколько сотен отзывов и могу, в общем-то, авторитетно говорить о том, что это массовое явление. Электронные дневники не работают, связи с учителями практически нет, пропадает звук, отключается сеть, значит, ну, то есть, вот это падение, да. В основном это онлайн-общение свелось к тому, что учителя срочно-срочно дали задание детям на домашнюю работу и отключились. Пользовались, по крайней мере, в Уфе, в основном американской системой Zoom, которая, ну, худо-бедно обеспечила вот это вот коллективное пользование для учеников и учителей. Как это будет продолжаться дальше, я не знаю. Судя по всему, Хабиров в курсе вот того, что это все не так, как рассказывал Хажин и довольно резко прокомментировал его выступление. Значит, в частности, Хабиров дословно сказал следующее. Находите решение, если еще два-три дня проколупаетесь, ребенок потеряет интерес и все. Вы убьете желание детей учиться, раздражение убьет желание и этим надо заниматься. Конец цитаты. Ну, тут я полностью на сто процентов согласен с Хабировым, потому что не только детей, но и родители раздражает вот это виснущее явление, вот этот несистемный подход, потому что то разнообразие, с которым была организована попытка вот этого виртуального общения, говорит о том, что отсутствует система. и все вот эти жалкие попытки Хажина объяснить это тем, что это оказывается федеральные ресурсы оказались не готовы, ну и даже то, что он их тестировал, узнал, что они не готовы и потом все равно предпринял попытку вот этого онлайн обучения, тут Хабиров на сто тысяч пятьсот процентов прав, в том смысле, что дети просто забьют на это все дело. Есть прекрасные отмазки о том, что не включился же компьютер и все. История с образованием все больше и больше тревожит и родителей и людей здравых. Дело в том, что какие бы там красивые попытки не пытался предпринимать господин Хажин, судя по всему, это не в его силах обеспечить эффективное обучение для детей. Я думаю, что вообще в принципе по России это невозможно. Ведь мы говорим о больших городах, мы говорим об Уфе, в которой вот это онлайн обучение так и не получилось. А что говорить там про Бешбуляхский район, Хайбуллинский район, еще какие-то районы, где в принципе это невозможно сделать. на совещании заслушали Гульшата Арсланова, которая, как известно, не справившись с работой министра земельных и имущественных отношений, была отправлена обратно руководить МФЦ, и она сообщила о тех нововведениях, которые есть в режиме работы многофункциональных центров. она рассказала нам, что МФЦ работают по записи, дистанционно надо записаться по вопросу и потом уже приходить. Работают пять дней в неделю с девяти до шести, и еще раз отмечу, по предварительной записи. Об этом все время говорила госпожа Арсланова. Также она сказала, что остановлено оказание муниципальных услуг, но федеральные услуги оказываются по-прежнему. И 50% сотрудников МФЦ отправлены на удаленку, а пространства многофункциональных центров устроены так, чтобы минимизировать шансы заразиться людям в этих организациях. Ну, собственно, это очень важный, конечно, вопрос. Люди ведь не перестали рождаться, умирать, у них не перестали заканчиваться сроки действия документов, там, прочее, прочее. Как-то надо жить, но, в общем, надеюсь, что МФЦ хоть что-то сможет в этом направлении сделать. Далее случился доклад начальника управления Федеральной почтовой службы по Республике Башкортостан, а, проще говоря, Почтой России, Галимова Ирика Меневалеевича. Мы помним, что на предыдущем оперативном совещании в четверг упоминалась Почта России, очень негативно упоминалась, в том смысле, что почтальоны не оснащены средствами защиты, что они разносят или, возможно, потенциально разносят этот вирус среди пенсионеров, которым они доставляют почту. В общем, досталось за это дело Иванова. Иванова, видимо, решила свалить это дело непосредственно на почту России. Пригласили докладывать господина Галимова. Ну, господин Галимов сообщил нам следующее. В республике Башкортостан 1280 отделений связи, и, по словам Галимова, их посещают в день 5000 человек. То есть, если разделить цифру одну на другую, то тут получается немногим больше четырех человек в день, что ли, на одно почтовое отделение. По-моему, господин Галимов ошибся. Также он сказал нам, что 430 тысяч человек получают пенсию через Почту России. Это много. Это 10% населения республики Башкортостан. Ну, он указал, что у него есть 3295 почтальонов, и все они обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими гелями. Надо же, какое чудо. Но господину Галимову необходимо 300 тысяч масок, чтобы обеспечить достойный запас этих вещей, значит, для Почты России. Галимов отметил, что Почта России хотела обеспечить своих почтальонов и сотрудников средствами личной безопасности, однако не смогла. То есть, вот эта централизованная закупка, она почему-то не состоялась. Господин Галимов сообщил, на мой взгляд, совершенно сенсационную вещь, а именно то, что теперь почтальону фактически дана возможность, право отказать в получении пенсии пенсионеру. И знаете, почему? Потому что почтальону может показаться, что у его клиента, у получателя пенсии, есть какие-то признаки РВИ, и почтальон может прервать процедуру выдачи пенсии и как бы бежать, да, видимо, доложив впоследствии об этом своему начальству. Вот здесь интересный момент. У меня сразу возникает вопрос господину Галимову. Ирик Меневалевич, а вы уверены, что все ваши сотрудники достаточно квалифицированы, чтобы определять признаки заболеваний? Ведь для этого как минимум нужно обладать медицинскими навыками и медицинским образованием. Везде и на каждом углу нам рассказывают, как плохо и неправильно заниматься самодиагностированием. А ваши почтальоны будут не просто самодиагностироваться, они еще будут диагностировать других. В общем, здесь, конечно, момент интересный. У меня возникает вопрос, сколько пенсионеров не получат свои жалкие гроши, вот потому что какому-нибудь почтальону что-нибудь показалось? Или потому что почтальон нерадиво исполняет свои обязанности, а будет списывать это все на то, что ему что-нибудь показалось? В общем, конечно, на тонкий лед вступила почта России. Посмотрим, какие будут результаты, но вот это очень пугает. Произошел интересный инцидент в этом совещании. Хабиров отвлекся, ну, услышав опять про маски, стал задавать вопросы Шельдяеву, и Шельдяев рассказал, что в сутки он шьет уже 80 тысяч масок здесь, в Башкирии, что у него все прекрасно с дезинфицирующими средствами, и план у него на ближайшее будущее 105 тысяч масок в день. Господин Галимов, руководитель Почты России по республике, внезапно попросил Хабирова поспособствовать ему в одном вопросе, а именно, Галимов попросил помощи Башформации, чтобы, как он сказал, на них обратили больше внимания. Ну, Хабиров как-то так попытался соединить чиновников вот в этом пространстве совещания, потому что, ну, Забелин сидел по левую руку, Галимов по правую, можно было, как говорится, состыковать прямо онлайн, и он так и сделал. Он сказал, что Максим Васильевич, ну, надо помочь Почте России, и тут Максим Васильевич заявил, весьма раздраженно заявил, все хотят быстро и бесплатно, раздраженно, значит, выкрикнул Забелин. Ну, Галимов, кстати говоря, не полез за словом в карман. Прямо с места он выкрикнул, скажите цену, мы оплатим. В общем, Хабирову пришлось разнять вот этих торговцев на базаре, значит, поняв, что Забелин уже просто онлайн торгует, значит, масками, которые шьет Шильзяев, в общем, Хабиров повелел, ну, прекратить, во-первых, вот эту склоку, во-вторых, значит, решить вопрос с площадой России и выделить ей необходимое количество масок там за деньги или как уж они там сторгуются уже за кадром. Ну, в общем, выглядело это, конечно, отвратительно, потому что вот эта вот бесконечная монетизация всех процессов Забелином, она, конечно, становится просто вот явной, очевидной. То есть он, интересно, за что он еще будет брать деньги вот в этой вот критической, по словам, например, того же Хабирова ситуации. Далее заслушали министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова по вопросу о готовности республики к весенним полевым работам. Напомню, что на прошлой оперативке Хабиров выразил надежду на Фазрахманова, на результаты его работы. Хабиров был обеспокоен продуктовой безопасностью Башкортостана в ближайшую осень. Значит, он прямо так очень строго настрого сказал выделить там все деньги, какие только обещали и даже дать больше сельскому хозяйству, потому что, ну вот у нас это надежда на то, что у нас хоть какие-нибудь харчи сохранятся к осени. Фазрахманов выступил. Выступление его, на мой взгляд, было очень тревожным. Несмотря на то, что он всячески пытался придать мажорный тон своему уступлению, она получилась у него как обычно. Министр сельского хозяйства у нас в Башкире делает как? Он заранее предупреждает о том, что урожая не будет, а потом находит причины, почему это случилось. Это такая общая среднегодовая тактика. Так вот, судя по всему, Фазрахманов уже приступил к предупреждениям. В начале своей речи он рассказал о том, что у него погибло всего 3% озимых, это на самом деле не очень много. Он планирует в этом сезоне увеличить количество на 75% посевов гречихи, уменьшить на 70% посевов свеклы и увеличить на 8% посевы бобовых культур. А далее Фазрахманов рассказал вот это тревожное, а именно, что 25%, почти 25% районов в республике, если быть точным, то 15 районов по тем или иным причинам категорически не готовы к этому сельскохозяйственному сезону. Более того, Фазрахманов напрямую заявил, цитирую, никакого урожая не будет в Салаватском, Архангельском, Хайблинском, Мишкинском, Белокатайском районах, так как там совершенно нет запасов удобрения. А все продавцы удобрения уже законтрактованы и более того, цены выросли на 15%. Ну, вот такой приговор Фазрахманов вынес вот этим пяти районам. в Архангельском районе, пожалуй, что понятно, у них там председатель этого колхоза под названием Архангельский район, я имею в виду главу района, он, конечно, мужчина веселый, катается по заграницам, избегает, значит, всяких карантинов и так далее. Вот там у него другого результата ждать и не приходилось. Ну, почему остальных так, то не знаю. Далее, Фазрахманов сообщил, что в Стеретамагском, Карадесском, Федоровском, Благовещенском, Благоварском районе тоже проблемы с началом сельскохозяйственного сезона, потому что не сформированы резервы дизельного топлива. И там, ну, соответственно, посевная тоже под вопросом. Еще группа проблемных районов это Каюргазинский, Уфимский, Кушнаренковский, Ишимбайский, Туймазинский район, в которых менее 50% сельскохозяйственной техники допущены к работе. То есть, вот такие феерические результаты Фазрахманов огласил в своей подготовке к посевным работам, но зато он потратил очень много денег. 9,6 миллиарда рублей с учетом федерального финансирования и 4 миллиарда республиканских денег Фазрахманов потратил или планирует потратить на прямые субсидии. Но при этом у него возникли проблемы с запчастями для импортной техники. У него разрушены логистические цепочки, как он сам сообщил. В общем, вот этот доклад, он, конечно, я говорю еще раз, носил характер первичного предупреждения о том, что у него к осени, значит, все получится не так замечательно, как ждет дорогой Радифаритович, но, как говорится, я же предупреждал. Выслушав Фазрахманова, Хабиров сделал ряд таких, ну, как сказать, программных, что ли, заявлений. Первое, цитирую, «Война войной, но задачи никто не отменял. Пусть наши закрома будут полны». Ну, ладно, пусть будут полны, как говорится. Ну, то есть, я еще раз подчеркну вот эту вот странную продуктовую озабоченность Хабирова. То есть, он полагает, что Фазрахманов для него некая спасения, которая случится ближе к осени. Ну, ладно. Далее Хабиров заявил, что необходимо поддержать перерабатывающую промышленность в области пищевых продуктов. Ну, это, конечно, очевидная вещь. И действительно, даже то, что производит Башкирия, она не умеет упаковать, она не умеет обработать первично, вторично или окончательно. И, соответственно, мы в итоге потом покупаем готовую продукцию из других регионов, которые зачастую производятся из нашего сырья. Хабиров даже немножко пошумел. Он скричал, где же наши макароны? Не можем? Мука не та, ладно, давайте что-нибудь еще делать. В общем, ну, такой очень хороший, позитивный, на самом деле, посыл. Действительно, мы не умеем делать макароны, потому что у нас нет муки дурум из твердых сортов. Мы не умеем выращивать подобную пшеницу, потому что в основном в России пшеница производится кормовых сортов или первого сорта, а вот твердые сорта они производятся в других местах. Но, правда, у нас в Хайболинском районе республики Пашкортостан был успешный опыт выращивания пшеницы твердых сортов, но теперь этот опыт утерян. И именно с Хайболинским районом Хабиров повелел разобраться отдельно. Он так выразился, разберитесь с Хайболинским районом, почему там ноль, ноль, ноль. Видимо, он имел в виду некие показатели. Ну, в общем, на этом обсуждение сельского хозяйства закончили. Хабиров повелел делать докладов из Рахманова регулярно, то есть за сельским хозяйством и за продуктовой безопасностью будут следить пристально. Финальным вопросом оперативки был вопрос о поводковой ситуации. Доклад делал начальник главного управления ЧАЭС по РБ Латыпов Марат Раисович. Ну, собственно, ничего особенно нового и грандиозного он нам не сообщил. Он там упомянул какие-то частные подтопления в Максимовке, в Иглиной, еще где-то там таллыми водами и сообщил, самое главное, что максимальный уровень воды ожидается на 16 апреля. То есть на две недели раньше, чем в среднем по как бы календарям прошлых годов, вот 16 апреля будет пик значит, паводки, и потом вода пойдет на спад. эта дата, этот параметр всегда людей интересовала, и в принципе здесь господин Латупов ну, как бы нам принес полезную информацию. Оперативка завершилась от Лаверды Хабирова. Оно было кратким, но очень эмоциональным, очень интересным. Хабиров обратился к главам районов. Надо начинать работать. Вот черт возьми, я так и знал на самом деле, что они все это время не работали. Хабиров тоже знал, но нам не рассказывал. Далее цитирую Хабирова. Пора выходить из окопов в четверг, 9 апреля. Надо провести все предпринимательские часы, проводить их удаленно. Все тематические часы правительство проведет. Надо начинать работать удаленно. Конец цитаты. Ну, вот это вот воодушевление, которое Хабиров пытается передать главам районов, они даже лично-то эти предпринимательские часы превратили в какую-то формальность и фикцию, а уж теперь они как те самые школьники с плохо работающим интернетом будут всячески избегать вот этих своих обязанностей. Ну, посмотрим, выйдут ли они из окопов. И вообще, вот эта военная риторика, она меня, честно говоря, в последнее время очень, как сказать, пугает, если честно. Потому что чем чаще начальство начинает говорить про войну, даже вот эту воображаемую войну, тем больше у меня вопросов, а с кем воюют, кто сидит в этих окопах. Понятное дело, что когда человек сидит в глубоком окопе, ему только небо и видно. То есть, но с кем воюют Хабиров и его главы администрации? Кто тот враг? Коронавирус? Ну, тогда точно нельзя было сидеть в окопах. Или еще кто-то? В общем, поменьше бы вот этой военной риторики, вот это вот можем повторить. На самом деле, ничего вы не можете повторить. Не те люди попались сейчас в эти вот полки, чтобы что-нибудь повторить из героического прошлого. Поболтать, да, можем, а повторить точно нет. Ну, в общем, Хабиров старался завершить оперативку оптимистично и завершил ее дословно следующими словами. Прошу всех потерпеть. У нас все будет хорошо. Ну, ладно, хоть не сказал, что денег нет, но вы держитесь. Ну, примерно, в общем-то, об этом, наверное, уже и идет речь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова